Позади 11 лет, впереди взрослая жизнь и выбор профессии. В зале правительства чествуют 59 медалистов из разных уголков Тувы, в числе которых и выпускница 15-го столичного лицея Анастасия Старикова. Она набрала 100 баллов по русскому языку. Хотела бы поблагодарить своих учителей, а в особенности Гуртуева, Светлана Абековна, моего первого учителя, Кавито Татьяну Николаевну, привившую мне интерес к химии, Новикова Оксана Николаевна, учителя русского языка, благодаря которому я набрала 100 баллов фига по русскому языку, и Кужугет Багаха Чапаковну, учителю, благодаря поддержке которого я не раз занимала призовые лица на рядах по английскому языку. С приветственным словом выступил глава Тувы. Владислав Ховылый выразил особую благодарность преподавателям и родителям выпускников. Многие из вас активно участвовали и поддержали в конкурсах, активно участвовали в общественной жизни, занимались спортом. Очень рад, что скажем, что в школе Тувы, судя по итогам ЕГЭ, получают свои результаты. В этом году ученики показали лучшие результаты по химии и физике, общественному знанию. Стало больше ребят, выбросших на ЕГЭ, информатику. В республике делается многое для создания более качественной образовательности, строить новые школы, приобретающиеся современные обучающие оборудования. В этом году пять учеников по разным предметам получили 100 баллов. Среди них Айдын, Оржак. Ученик 12-й школы рассказывает, что за золотой медалью стоит огромный труд и усердие. Я первый 100 баллов в республике за ЕГЭ по химии. В жизни нет, ничего не возможно. Если ты хочешь, ты сделаешь все, чтобы дариться своего. Я хочу сказать, что я очень рад и с собой. При поступлении большое значение имеют результаты ЕГЭ. Нельзя сравнивать данные ЕГЭ этого года и прошлого года, потому что абсолютно разные программы, абсолютно разные подходы к самому ЕГЭ. Поэтому ни в коем случае мы не сравниваем 2021-2022 год. По девятиклассникам ситуацию можно сравнить, потому что дети уже одну программу изучают и прошлогодние девятиклассники, и выпускники этого года. Здесь, наоборот, у нас радости больше. Есть хорошая тенденция на увеличение количества сдавших на хорошо и выше. Первую школу села Козыл-Можелык в этом году оканчивают 25 выпускников. Есть и золотая медалистка. По сравнению с прошлым годом, конечно, у нас поменьше. В прошлом году было семь выпускников, которые получили золотые медали. Позапрошлом году четыре медалиста у нас было. Надеюсь, что в следующем году уже подходят другие ребята, которые действительно у нас будут побольше уже их медали. Это говорит, в первую очередь, о том, что идет стабильная работа именно учителей, совместная работа именно с родителями и также с учащимисями. И, конечно, хотелось бы отметить именно трудолюбие самих ребят, которые действительно достойны этой медали. Завершающей нотой мероприятия стала совместная фотография выпускников с главой ТВ Владиславом Ховалыгом.